Всем привет, друзья! Сегодня я хочу сделать небольшой обзорчик вот такого вот маленького видеорегистратора. Видеорегистратор у нас идет вот в такой вот упаковочке. Видеорегистратор небольших размеров, но довольно-таки функциональный. Ну, давайте посмотрим, какой он. В комплекте у нас вот такая вот инструкция. Итак, что сказать? Ну, камера сама по себе очень простенькая. Давайте посмотрим на нее. Вот такая вот она у нас спереди. Значит, в чем разница, друзья? Очень многие такие регистраторы такого же образца делают с линзами плоскими. Вот. Ну, линза, естественно, не широкоугольная, и тот захват, который мы хотим, она нам не даст. Но, тем не менее, каких-то там 120 градусов присутствует. В этой камере чуть больше. Здесь где-то до 160-170 градусов обхвата может быть. Что присутствует? Присутствует у нас вход HDMI, присутствует AV-выход и отдельный выход на вторую камеру, которую мы можем подключить. Ну, камера, например, заднего вида. Здесь у нас присутствует слот для TF-карты, кнопка выключения и кнопка меню. На передней панели у нас, друзья, такой вот присутствует диод. Диод, кстати, у нас не инфокрасный. Вот. Многие впадают в заблуждение, как бы, что инфокрасный диод и так далее, ночью хорошо видно. Нет, друзья, обычный белый диод, белого свечения, тусклого, довольно-таки. И ничего особенного. Хотя, мне кажется, могли бы уже сюда всунуть и какой-то инфокрасный. Карточки у нас стандартные, подходят к ней обычные TF-карты, SD-шки. Камера поддерживает русский язык и имеет до 64 МБ встроенной памяти. Вся поверхность камеры выполнена из, в принципе, такого стандартного обычного пластика. То есть, ничего особенного в ней, как бы, нет. Металлических составляющих тоже. Имеет также встроенную литиополимерную батарею на 300 мА. Немаловажно будет заметить, друзья, бьется в этой камере сердце в виде процессора новатых 96-220 и также присутствует четырехслойное покрытие линзы. Угол обзора, как я говорил, 170 градусов. Значит, зарядочка у нас такая вот простая. Обычный автомобильный такой блочок. Ну, по характеристикам что можно сказать? Можно сказать, что у нее шаг напряжения от 12 Вольт до 24 Вольт. Выходное напряжение у нас 5 Вольт, плюс-минус 5%. И максимум на полтора миллиампера. Ну, довольно-таки простая, такая вот, незатейливая зарядка. Что касается самой камеры, друзья. Давайте не будем медлить и перейдем непосредственно к видео. Посмотрим, как она у нас реагирует на туман, на погоду и на все остальное. На день и ночь, понятное дело. На лево. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...